Готовясь к проповеди, я размышлял, рассуждал. Я думаю, братья, испытываю такое, когда готовишься к проповеди. Думаешь, о чем же говорить, и просишь, чтобы Господь дал тебе это слово. Я листал Библию, Евангелие, и нашел одно место. Знаете, я прочитал его, и как-то оно у меня осталось в сердце. И я думаю, Бог положил мне на сердце это слово, поделиться вместе с вами. Знаете, мы будем читать из Евангелия Луки. Когда Христос был на этой земле, Он много говорил народу, много говорил ученикам, научал чему-то, давал какие-то уроки, советы, может быть, какие-то. И вот мы прочитаем один отрывок из жизни Господа нашего на земле. Из Евангелия Луки прочитаем 14 глава. Если братья нам высветят, Луки 14 глава. Когда Христос, Его пригласили к одному человеку, это написано к начальнику фарисеев, вкусить хлеб. Ну, по-нашему, это, наверное, обед был или ужин. И вот Он, придя туда, и мы прочитаем 7 стиха. Евангелие Луки, 14 глава 7 стиха. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван кем-то на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя Его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи Ему место, и тогда ты со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда тебе будет честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Знаете, я просто представил себе такую картину, когда Христос пришел в дом этого человека, этого фарисея. В начале главы Христос исцелил больного человека. И потом пришли гости, приходили люди, и он сидел, Христос, наверное, и наблюдал. Когда люди заходили, садились на места, может быть, даже между кем-то там людьми был какой-то спор, я пришел вперед, это место занял, ты потом пришел позже. И вот он видел, что люди пытались занять лучшие места. Я думаю, мы примерно можем это себе вообразить, когда проходит свадьба. Самые лучшие места где? Наверное, ближе к жениху с невестой. Ближе там, где будет проходить, где микрофон стоит, там, где будут какие-то, может быть, мероприятия, может, какие-то игры, ближе к жениху с невестой. Это лучшие места. Может быть, мы стараемся занять те места, чтобы не было рядом колонки, которая громко звучит. Мы выбираем места получше. И, может быть, эти люди также выбирали места. И Христос это заметил. И вот он им говорит вот такой пример. В жизни нашей многие встречаются люди, которые действительно, они пытаются, знаете, как Христос сказал, что став себя другого выше, чем себя. И другие люди, они пытаются как-то, знаете, может быть, попасть в такое общество и там быть в таком месте, в таком окружении как-то впереди или быть ближе к каким-то людям, к почетным, так скажем. И люди пытаются пробиться туда и быть вот ближе туда. Но Христос сказал, не делайте так. А придя, ты садись наоборот, с краю, там, сзади. А если надо будет, тебя позовут, и ты пройдешь вперед. Люди порой о себе думают выше, чем они на самом деле. Когда люди, попадая в какое-то общество, они хотят показать себя, может быть, что они достигли, чего в жизни достигли они, какой стал, может быть, какое-то продвижение в науке или что. И люди пытаются как-то быть впереди. Но Христос, наоборот, другому учит. Знаете, я уверен, что также сам Христос, Он не занял первые места. Он не сел впереди, ближе к Хозяину, вот здесь рядом. Но я думаю, Он сел подальше. И этим Он, может быть, не может быть, а этим Он показывал пример для окружающих. Вот так поступайте. Не садитесь вперед, а садитесь подальше. Тогда для вас будет почет, когда вас пригласят и скажут, пройди вперед, пройди поближе, сядь. Но я думаю, неприятно будет каждому из нас, когда мы сядем туда, где вроде более такое лучшее место, а придет человек другой и нас скажут, пересядь, пожалуйста, на другое место. Вот об этом Христос говорил. Знаете, я знаю одного человека, и вы его знаете, я не буду его имени говорить. Он не член нашей церкви, живет в другом месте. Но знаете, этот человек для меня служит хорошим примером тем, что, когда он придет, он о себе не говорит. Когда он садится за стол, он не садится в середину вместе с остальными. Нет, он с краешку сядет. В линию, когда встанет, допустим, брать обед или ужин, он всех пропускает, он потихонечку сзади где-то встанет, хотя брат присвитер. Но он этого не делает, он с краешку сядет. Если братьев позовут, он так неудобно себя чувствует. Я думаю, вот это должна быть черта нас, христиан. Об одном очень известном композиторе пишу так, что этот человек был такой, очень, мол, был скромным человеком. И когда выходил на публику, когда ему аплодировали, он вперед себя пропускал другого человека, который сзади себя шел. Он пропускал его вперед, и ему так же хлопал, как и другие люди. Он, хотя и был великий композитор, хотя и был очень знаменитый человек, но он себя не считал таким. Он привилегию и аплодисменты он отдавал другому человеку. Это был скромный человек. Наш Христос, он тоже облюдал очень скромностью. И Христос говорит, Христос сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем. Знаете, я думаю, вот это самый лучший для нас пример. Христос, он имел эту кротость, он имел это смирение. Он не выставлял себя, он не старался быть как-то впереди. Он был этим хорошим примером. кротость, она украшает человека. Знаете, мудрый человек, он старается быть скромным, кротким, потому что Иаков, он пишет в 3 главе 17 стихом, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, а также и скромна. Интересно, Иаков говорит, что мудрость, которая сходит от Бога, свыше, она скромна. Так же, как мы сказали, скромность, она украшает человека. Знаете, неприятно, я думаю, каждый раз видеть человека, который, придя в общество, он пытается быть таким, знаете, знаменитым, чтобы его все увидели. Так же есть люди, которые пытаются показать себя, пытаются как-то быть в середине общества. Есть какая-то фотография, этот человек, он с краю не встанет, он пытается в середину, чтобы сфотографироваться в середине, и он, чтобы был среди людей, в середине, не где-то с краю. А Евангелие пишет, что мудрость, она скромна. До этого Христос сказал в этой же главе, в этом же послании у Луки, в 13 главе, 30 стихом, и вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Я думаю, важно на этой земле нам быть последними, для того, чтобы придя туда на быть первыми. Знаете, Христос недаром показал этот пример, что если ты хочешь быть у Господа, там на небе первым, здесь на земле ты будешь последним. Но если ты будешь здесь на земле, будешь стремиться и будешь стараться быть первым, там это будет не так. Апостол Павел в послании филиппийцам Филиппом пишет о Христе так. Вторая глава, 8 стих. О Христе он говорит, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. А выше, если 7 стиха, он уничижил себя самого, приняв раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. И 8 глава, смирил себя, бы послушным даже до смерти и смерти крестной. Апостол Павел о Христе пишет, что Христос, быв там на небе оттесную Отца, он смирил себя, умолил себя, стал этим смиренным человеком, умопокорным. И он дает нам пример. Знаете, я рад, что придя на свадьбу, житейский пример, придя на свадьбу, когда мы приходим, нас пригласили на свадьбу. Там есть братья, которые служащие или рассадчики, которые нам могут показать место, куда нам садиться. Родственники здесь, молодежь здесь, друзья, вы здесь. Может быть, американцы для них отдельный стол. И мы можем сесть туда, куда нас посадили, куда нам предложили, чтобы у нас не оказалось такой ситуации, как Христос говорил, приводя этот пример. Христос, приводя этот пример фарисеям, он, может быть, им такой урок тоже подал. Мы знаем, когда фарисеи, они пытаются своей жизнью, своими делами, своими поступками войти в Царство Небесное, быть первыми. Но мы знаем, что Христос говорит, что мы-то грешники, они вперед вас идут. И он им этим, и этим примером хотел показать. этим фарисеям, что вы не стремитесь быть первыми, потому что будете последними. И не стремитесь сесть в такие места, с которых вас попросят уйти. Христос показал им этот урок. Я думаю, так Христос и нам дает этот урок, чтобы мы в своей жизни учились скромности, учились смирению, потому что скромность, она украшает человека. Потому что мудрость, она скромна. Да благословит нас, Господь, рассуждать над этим словом и быть смиренным. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok